доброго времени суток подписчики нашего канала сегодня решил сделать небольшой видео обзор и посвятить его катушки shimano stradix i4 plus в размере две с половиной тысячи это катушка модельного ряда 16 года выпуска соответственно мы сегодня рассмотрим ее новаторство и и новые технические характеристики и в целом вообще разберем эту катушку что приз производитель нам нового предоставил ну пожалуй давайте начнем с упаковки начали как мы видим на упаковке у нас есть соответственно элементы надписи и технических характеристик этой катушки это очень удобно так как можно взять коробку и прочитать тот или иной размер что предоставляет какие технические характеристики он имеет и подходит ли нам данная модель для нашего использования в дальнейшем на некоторых коробках нового образца и катушек так например как в англиш и twin power 15-го года этих элементов нет здесь это есть и это очень удобно на не нужно залазь середину и читать придя в магазин или еще куда-нибудь это все есть на коробке соответственно на задней стороне тыльные мы видим здесь есть неприменяемые технологии в этой катушке это кгн хаганы и соответственно core protect то есть данная модель нам предоставляет две новых технологий которые они используют соответственно мы будем разбирать катушку и я вам это покажу самое удобное что здесь есть это конечно же необходимые элементы технического характеристика самое главное которые указаны на коробке это редукция то есть передаточное число 5.0 к одному 9 килограмм усиленно фрикцион 190 грамм вес катушки количество подшипников данной модели 6 подшипники типа сарп и плюс подшипник еще один это обычно говорится обгонная муфтами под этим подразумевается и количество за один оборот ручки вы матами пойманной нити это 73 сантиметра соответственно дальше показано леса емкость шпули и какой приема на диаметр нити сюда входит вы можете намотать очень удобно и правильно почему в тех моделях я не могу понять я не убрали термописи здесь оставили ну давайте посмотрим что у нас в середине значит открываем здесь сама катушка с аллафановым кулечкой поставляется как вы можете видеть дальше у нас идет ее паспорт в котором вы можете прочитать полностью характеристики также имеет русский язык что удобно для чтения соответственно есть регулировка шпули намотки профиля что делать можно что нельзя как обслужить минимально и все это здесь есть очень удобно паспорт обязательно читайте ребята дальше у нас идет кинематическая схема соответственно на разных языках этих всех модель всего модельного ряда здесь есть и две с половиной тысячи тоже весь модельный ряд здесь имеется дальше у нас идет это регулировочные шайбы профиля намотки подшпульного узла комплект дополнительный и все чехла туда не положили нету ни минимального не мешали мягкого непростого ничего из саллафановый кулек экономия первыми так поехали дальше ну давайте рассмотрим сама катушку ну вот виновница торжества давайте закрутим ручку скорее же ее покрутим попробуем посмотрим вот 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 она ребята вот этот 16 эстрадик вот так как он выглядит вы можете посмотреть таком серебристом лакокрасочном покрытии и такие шпули черно-красного оксидированного покрытия можете наблюдать вот такое исполнение ну что сказать на первый взгляд очень очень и очень достойный агрегат ребята идея на плавное вращение быстрый старт реально очень нравится очень нравится очень нравится как стартует катушкой и как она производит движение поступательные ну я вам скажу будет конкурентов у нее немного и она займет рынок очень быстро очень быстро я так полагаю да но как вы все можете сразу здесь видеть что здесь обновленного это же конечно же углепластиковый корпус хагана то есть усиленной как хагана включает себя также привод мы разберем посмотрим дальше и усиленный корпус и углепластика тоже посмотрим на это все и соответственно новые у нас ротор защита от воды скажем так катушечка весьма весьма интересно ну давайте еще тянуть давайте разбирать и смотреть ну давайте начнем с ручки здесь же также для ее перевозки для ее транспортировки вот вы можете видеть такой есть силиконовый чехольчик ребят не забывайте его снимать постоянно так как получая надо на то у катушки а то она вот висит здесь целый год человек ловит и даже не знаешь у нас не снимается ребят столько грязи на собирается потом подшипник уходит из строя если он там есть вообще эта вещь сделана для того чтобы вот при перевозке ручка не билась об шпуле об ротора по корпус катушки для транспортировки половили оделись не ловите сняли соответственно также вот плечо рычаг ручки чтобы края не заметнее за это для транспортировки тоже вот используется вот такой вот бумажная это картоновая колечко тоже его снимаем так ну что у нас по ручке ручка у нас такой имеет оксидированное черное покрытие шарнирное соединение но она на заклепана и разобрать у нас его есть не удаст даже если для тюнинга поменять пример юбку это не представляется возможным ну более удешевленная такая вот версия значит сам кноп у нас новый эргономичный очень приятные под мочкой пальцев сделано такая выемка можете смотреть очень удобный хват приятно крутить приятно держать такой вот он расплющенный подойдет под конец новое резиновое покрытие которое не такое липкое как в старых моделях там еще до потоповых версий соответственно думаю износостойкая больше покрытия но по крайней мере пока вызывает только положительные эмоции значит давайте разберем посмотрим что в середине и как он состоит аккуратненько аккуратненько ребят самое главное потому что пластиковая крышечка на только там садится в посадочное место и все тут не надо не царапать не преувеличивать аккуратно сняли теперь дальше посмотрим что у нас в серединке тут ну как всегда здесь втулку поставили размером 4 на 7 на 2 с половиной ребят сразу это меняйте это барахло отсюда убирайте потому что со временем втулка просто проезд оську и здесь будет люфт большой и но будет болтаться не будет чувствительности будет уходить все это будет вас нервировать это неправильно как бы для тюнинга есть где развернуться но с другой стороны у нас стоит стоит подшимничек вот он ребятки есть отлично ставим 2 и получаем стопроцентное удовольствие так значит сам кнопик повторюсь очень приятный очень динамичный как бы используется в моделях 15 вина размера 1000 1000 с 20 2000 с он нам знаком поэтому уже они его поставили в эту модель заводские настройки нормальные швейб отрегулированы все без проблем ну подшипнички потом сюда поставлю в этой модельку пока делаю обзор для вас дальше поехали значит барашек фрикциона очень хваткий приемистый для разных рук пальцев подойдет то есть отлично как и старых версиях правильное решение большой и удобный не вижу ничего здесь критичного все как всегда отлично так снимаем шпульку шпулька у нас имеет максимальное количество выбранного материала очень такой легкий вес оксидированное черно-красное покрытие соответственно накидного бортика накидного здесь нету и просто идет оксидированные края кант аэрос шпуля соответственно нужно следить за ним и так как покрытие не очень износостойкой и очень боится всяких удалов ударов царапин сколов чтобы не повредить ваш пм она шнур и следите за его чистотой и соответственно постарайтесь шпульку всегда беречь то есть края кантики чтобы не оббивались значит пакет фрикциона снимаем штопорное колечко посмотрим чего он стоит так металлизированная шайба и соответственно нас идет такой наборной пирог металл войлок металл войлок вот соответственно вы видите идет в последовательности в порядке войлочная металлическая волочная металлическая волочная металлическая но суховатый вообще-то херово они помазали вообще сейчас мазать стали очень плохо ну ладно этот пакет я потом переобслужу но любом случае как вы видите что-то шайбочки они не домазали пакет суховат так значит в середине подшипника нету возможности поставить его здесь нету в этой модели пакет у нас вот состоит из такого количества шайб из 6 до 6 у нас шайб состоит соответственно он несет 9 килограмм усилия на фрикцион поэтому такое количество наборных шайб ну потом я его обслужу помажу сейчас делаем видео для вас ребят потом это я все сделаю любом забудь все отлично праздно работать так дальше подшпульный узел значит снимаем шайбочки регулировочная и посмотрим что у нас там в серединке вижу что белая скорее всего ну да скорее всего там у нас идет второпластовый вкладыш размером 711 на 3 ребят сразу сняли вот это дело и поменяли поставили сюда подшипник 711 на 3 ставьте подшипник получаете стопроцентно рабочий классный фрикцион потому что вот это вот вещь будет тормозить сделать только хуже по крайней мере есть разогнаться для тюнина рекомендую поменяйте дальше вот первое что нам встречается это соответственно закрытый такой манжет пластиковый который в середине у нас имеется здесь сальничек резиновый и не дает нам попадания воды это так называемого обновленная система которая не сюда применяют это коры протект соответственно вот это первый из его внедрение что они сюда вот поставили мы можем наблюдать этой модели 15 года длина примеру она уже там было они вот решили поставить сюда правильное решение вот снимаем вот этот вот пластиковые защитная крышечку и снимаем сам сальничек вот он резиночка прижимается к штоку и соответственно не дает попадания вот сюда вот воды в промежуток межведомой шестерни и штоком очень правильно буду решение не дает водички нам попасть это хорошо так как у нас видите шпуля вентилированная с этими вот такими декоративными прорезями ветер дует вода пыль все садится на шток шток у нас кстати здесь выполнен с дюралюминей и покрыт оксидированным покрытием специальным застойким и все равно попадает туда песок и но потом изнашивается с получается люфт больше попадает середину на узлы а так это сальничек закрывает это отлично отлично давным-давно нужно было это уже в катушках заодно тянули непонятно чего так значит у ротор ротор вам уже нам знаком я рассказывал его по шестнадцатому ванкаешу значит у нас он имеет вот такой вот футуристический дизайн соответственно дужка крепления имеет внешнее крепление это очень хорошо вес его очень легенький он сделан из зубопластика его весь центр тяжести ближе смещен к серии к центру оси соответственно он мало инертный очень легкий на вращение приятен то есть очень чувствительный и в своем диапазоне может работать не имею ввиду от очень деликатных ловли будет очень чувствительным до там верхних каких-то его пределах этой катушки ну класс класс вот сюда поставили его они молодцы соответственно видите душка лесокладывателя у нас выполнен из нержавейки только большего диаметра соответственно чем в предыдущих там на старых моделях шамана разных разных модельного ряда душка очень упругая жесткая соответственно меньше будет деформироваться меньше поломается где-то загнется у вас там в рюкзаке в коробке где-то еще всегда будет сохранять свою форму даже если будет какие-то прецеденты можно ее поправить не вопрос не вижу этом проблем значит ролик лесоукладыватели как вы видите здесь уже имеет покрытие не 3 титана видите он желтенький блестит ну соответственно уже разница от 15 модели так так там если насколько я не ошибаюсь вроде бы белый был покрытие не помню точно здесь уже вот вот такой вот узел нам производитель предоставляет вот кстати раньше вот не замечал здесь вот видите есть деферное пластиковое колечко хотя в других в предыдущих моделях его здесь не было ну стали они здесь его применять соответственно меньше гулял меньше гуляла посадочное место именно ролика лесоукладывателя интересно так значит сам ролик как вы видите он имеет в середине подшипник и подшипник за с двумя сторон запрессован такими пыльничками по сути разобрать его можно но после чего сборка будет уже некорректный потому что она запрессован на заводе и соответственно если у вас примеру выйдет из строя подшипник вам придется менять целый узел в сборе но сказать это хорошо ли это или плохо решать вам но дешевле конечно было это сделать в старых моделях катушек примеру там раренью комплекс экссенции и тому подобное где подшипник вынимался чистился и соответственно ставился назад либо если у вас износился ротор не прошу прощения если у вас износился сам ролик то вы можете его поменять и поставить назад здесь же такого у вас не получится вам нужно будет меня целый узел сборе посмотрим как долго будет служить ну по крайней мере такое производитель на данный час нам предоставляет такую возможность использовать именно такого вида ролики таком исполнении значит по ротору все понятно с ответа такой же как и на ванке шестнадцатого года только элемент дужки изменен там титановое стоит здесь с нержавейки ну и соответственно лакокрасочное покрытие немножко другое классный этот ротор обновлен я думаю на новых моделях он будет стоять везде уже значит дальше снимаем штопорное колечко это у нас резиновое кольцо которое является фиксатором самосброс когда ротор открывается штанга опускается если упорчик и проворачивается попадать на трамплин и открывается дужка тем кто не знал объясняю вкратце этого во всех моделях последних годов модельных годов выпуска на суду стоит значит дальше идем к нашей технологии корр и обманную муфту он находится вот здесь вот он между втулкой центрирующей и обманной муфты вот этот самечек мы снимаем вот он не дает попадания вот между это пространство не попадает водичка на ролике у нас сверху и соответственно снимаем обманную муфту и здесь у нас вот второй самечек уплотнительные колечко который имеет паз и нужно садиться и вот не дает попаданию воды нам с нижней части катушки обманная муфта у нас уменьшенного диаметра ролики здесь меньше сопротивление как пишет на сайте шимана создается меньше сила трения то есть что это лучше работает но в деле пока работает или обман ему вообще обманную муфту у шимана как калашников автомат никогда не ломается проблем с ними нету но все покажет время дальше снимаем декоративную крышечку и посмотрим что у нас середине так а здесь у нас понадобятся два вида отверток philips т3 так соответственно снимаем боковую часть корпуса катушки и смотрим что у нас в середине но насколько я знаю в середине у нас идет лунокованный диаметром менее покрыты металлокерамикой данный редуктор используется уже давно много лет очень хороший служит на протяжении если пользователи правильно и за ним ухаживают обслуживают свои час на катушку не перегружают использует ее правильно до четырех пяти лет данные редуктора бегают без проблем подшипники у нас закрытого типа значит скрываем смотрим так ну что здесь смазочный материал у нас в нормальном количестве но так как малайзия у нас постоянно тут липкое это масло их не нравится мне постоянно немножко замедляет ход работы поступательных движений через то что него сюда на бесконечник постоянно уложит вот липкое такое с очень липкое масло на этом все перемоем почистим но как вы можете видеть вот с одной стороны имеет коронку остальное который упирается в подшипник для большей износа стойкости покрытие из металлокерамики то есть это старые редукторы знакомые нам ничего здесь нового нету ходят они долго при опять же повторюсь при правильной его эксплуатации значит в серединке имеем то же самое как и в пятнадцатом твину ничего здесь как бы нового мы здесь с вами не увидим кроме как у нас имеется у дюраль алюминиевый шток с оксидированным покрытием значит паразитной шестерни выполнена у нас из пластика оксидированное покрытие из из дюраль алюминия выполнен бесконечный винт соответственно направляющая из нержавейки и сама каретка выполнен в таком с-образной форме из цинка алюминия вот сам корпус как вы можете видеть это у нас относится к технологии хаганы кгн кгн это у нас от опять же дюраля алюминиевая холоднокоманная главная пара точнее его ведущее колесо и к этой же технологии относится вот корпус вы видите мы можете видеть какого-то утолщение у него он очень прочный более жесткий материал c4 плюс соответственно будет меньше деформироваться и создавать хорошие показатели скажем можно судно с устойчивости но по я вам сейчас покажу у меня есть вот поломанный корпус старый 15 страдика осталось после ремонта вот вы можете просто сравнить стеночку цинка алюминиевого сплава старого образца и вот видите с углепластика ну фактически видите вот толщина фактически одинаковая вот новый корпус такой стал более мощный массивный и с углепластика конечно очень легкий это очень приятно катушечка у нас в общем итоге 190 грамм ну как вы можете видеть здесь у нас нету переключателя обгонные мофты обратного хода соответственно убранные в 15 модели то есть я вижу эта тенденция продолжается в новых катушках поэтому хорошо это или плохо решать вам на самом деле я бы хотел чтобы оно было потому что на рыбалке это необходимый элемент ставим все назад закрываем еще могу вам сказать что насчет подшипников дополнительно можно поставить на бесконечник но так как конструктивно передняя опора не позволяет нам это сделать ввиду конструктивной особенности этой втулки фигурной сзади части можно поставить но как показывает практика один подшипник там что зайцу стоп 7 то есть прирост 10 процентов чего-то там либо каких-то там показатели мощности это на грани фантастики но на самом деле если ваш для успокоения но если он там нужен можете поставить хотя на самом деле только от него там не будет никакого 2222 ты это да толк есть один это все ерунда так значит закрываем нашу катушечку назад вот в целом мы посмотрели из чего она состоит серединка ничего как выполнен у нас корпус как у нас выполнена защита от попадания воды в целом модель конечно же получилось удачный удачный почему потому что ребят как показывает практика на самые там продвинутые более модели которые используют какие-то вновь у нее внедряют новаторство технологии потом она становится базовая насчет не на ней уже строится целая там целый модельный ряд так на как например возьмем на морожене 12 года сколько было построено на нем катушек также самое как там на нас ки 10 года и тому подобное то есть примеров этого может быть много то есть в данном случае я считаю что вот именно на углепластиковым страдике 16 года будут построены следующие поколения катушек таких как там комплекс и экссенса я так подозреваю думаю что это будет именно так так устанавливаем сальничек назад на свое место и собираем обгонную муфту назад самичек ставим сверху ставим крепление я конечно же ребят это все переберу после окончания видео сделаю уже и чистку промывку все как полагается конечно же многие спрашивают у меня вот стоит там ли катушку там новую обслуживать либо не стоит ребята вот я вам вскрыл вы посмотрели вы увидели катушка абсолютно новая вот стоит или не стоит как видите где то есть где то нету поэтому решать вам но не будем отдаляться от темы значит что касается данной модели стратика я думаю что он будет весьма весьма популярен то есть сейчас он не на всех рынках есть где-то только появился где-то только будет появляться хоть на дворе уже и конец шестнадцатого года но как говорится не всегда есть не все могут как вам сказать иметь возможность приобрести поэтому в любом случае сравнивать с пятнадцатым страдиком я ее не могу так как катушечка получилось весьма более легкой и за счет меньшей инертности ротора более чувствительной поэтому эту катушку мы я могу могу предложить людям ловим даже и в нижнем диапазоне лайта и на грань на границе верхнего лайта даже как бы правильно озвучить чтобы не ошибиться но скажем так ее рабочий диапазон по моему мнению вот как я сейчас разобрал посмотрел и я вам могу сказать что превышать диапазон больше 20 грамм этой катушки не стоит ее рабочий вес 3 18 граммов да и вообще ребят я вам скажу что любая катушка шамана в размере 2 500 фактически фактически это до 20 грамм это не все не все поэтому все зависит индивидуально от отдельного случая и отдельной модели данная модель повторюсь я могу позиционировать 3-3 383 18 грамма ее можно использовать как бы вот для больших весов я не рекомендую так как все таки нагрузка на редуктор будет очень большой может кто-то со мной согласится и сказать там я ловлю и и больше и 40 грамм еще там тому подобное на самом деле ребят это неправильно потому что перегружать не стоит усилие на фрикцион это не есть показатель там работы самого редуктора то есть усилия сам например вот это 9 килограмм объясню и редуктор это если же допустим при 9 килограммах у вас будет затянут фрикцион то есть больше девяти он все равно вы закрутили 9 килограмм начинаете тянуть он начинает работать это специально потому что после 9 килограмм возможно разрушение зубьев редуктора просто они посыпятся у вас разлетятся но это не имеет отношения к тому что вы там на что в тяните это на храпом девятку нет нет поэтому ребят из есть другие составляющие и прислушивайтесь знающим людям которые вам плохого ничего не посоветует ребятки но вот я в принципе ее собрал назад эту катушечку всем детальки образно посмотрели где старался сделать максимально короткий обзор этой катушки самое интересное для нас я конечно же и повторюсь еще раз я ее полностью еще обслужу переберу и соответственно проведу и правильно это его поменяю подшипники значит поставим поставлю еще один дополнительно в кнопку обязательно и в подшпольный узел этих два я соответственно вам рекомендую то есть и тогда вы будете иметь полноценную катушку для ловли в диапазоне 3 18 грамма катушка весьма удачная весьма легкая очень приятная хороший старт за счет менее инертного ротора отличная чувствительность поэтому подойдет для ловли что начинающему рыболову что любителю что профессионал то есть вся средняя весь средний спиннинг то есть до диапазона 20 грамм пожалуйста покупайте ловите пробуйте катушечка вам очень и очень даже понравится ребят на этом дорогие друзья все если же у вас возникли какие-то вопросы либо вам что-то по видео не понятно стало либо что-то дополнительно хотите у меня спросить я с радостью отвечу вам на ваши вопросы а на этом пока все друзья всего доброго до новых встреч